Итак, неправильное отношение к себе означает закрывать глаза на истину. Почему мы не можем закрывать, почему нам хочется закрывать глаза на истину? Вопрос. Почему мы не хотим признаться близкому человеку, да, я не права, да, я не прав. И надо ли признаваться в этом случае? Вот какие вопросы мы должны сейчас все задать. Первый вопрос. Почему я не могу признаться? В чем причина? Олег Леонидович, скажите, пожалуйста, почему так часто бывает? Мы совершаем такой поступок, мы раскаиваемся, искренне, связанно, просим прощения, заново совершаем поступок. Хороший вопрос, чуть попозже. Мы на него ответим прямо вот-вот. Давайте сейчас. Почему я не могу раскаиваться? Почему я не могу? Почему я не могу раскаиваться и почему я не могу считать себя, ну, виноватой? В чем причина? Больно. Больно. Ближе, ближе. А почему больно? Опять мы вот о том же самом опять и будем сейчас полчаса говорить об этом. Опять вы ничего не поняли, значит, из того, что я до этого сказал. Потому что мы считаем себя великими. Потому что нам не хватает энергии и счастья. Попытайтесь это запомнить сейчас уже. Второй раз мы это в ступе молим и одно и то же все. Почему я не могу заставить себя принять, что я плохой? В чем причина? Боль. Почему боль? Потому что нет силы. Почему нет силы? Потому что нет контакта с источником света, со святым человеком. Понимаете, если я связан со святым человеком, у меня есть достаточно счастья внутри. И я говорю себе, я плохой. Но так как достаточно счастья, я могу это переварить. Понимаете, я не убиваю себя этой фразой. Я могу переварить и дальше. Что возникает внутри, когда я переварил за счет этой энергии света, возникает. Но я буду хорошим. Потому что у меня есть силы, у меня есть вера, у меня есть связь. Я буду хорошим. Я плохой, но буду хорошим. Внутри, в сердце, что отзывается от этого? Молодец. Совесть радуется. Совесть радуется, что так живешь. Спасибо тебе, говорит. Давай дальше так. Понимаете, веды говорят, для того, чтобы идти путем истины, всегда одна и то же ситуация. Сначала горький вкус, потом сладкий. Сначала горький вкус, потом сладкий. Поэтому надо проглотить. Чтобы проглотить, нужны силы. Поэтому каждый человек должен с утра к отношению со святым человеком устанавливать. Потому что если он не будет устанавливать, не будет силы проглотить. Не будет силы совесть свою культивировать, по совести жить. Потому что совесть всегда дает горький вкус. Сначала, потом сладкий. Приведу пример. Я приехал в Индию к своему наставнику. Пришел к нему. Говорит, как у тебя дела? Я ему говорю. Вы знаете, людям нравятся мои лекции. Они счастливы слушать их. У меня дела хорошо. И там было несколько учеников. И он раз сразу переключился с меня на другого ученика. И с ним начал разговаривать. Не дав мне ответа. Он очень такой деликатный, глубокий. Человек такой любит. Любит людей. Возвышенный человек, святой. Глаза теплые. Наполненные счастьем. Такие смиренный человек. Очень деликат, глубокий. Ответа нет. Я подождал, посидел, послушал, как он дает наставление. Другой ученик сидел, смиренно слушал. Он говорит, как у тебя дела? Он говорит, я хочу вам служить. У меня много грехов внутри. Я слушал это все. Потом вышел и понял, что я начал гордиться собой. У меня внутри такое. Я свинья такое. Я свинья такая, свинья. И мой духовный учитель знает об этом. Потом я прихожу к нему на следующий день и говорю, вы знаете, я очень грешный человек по факту. И вы об этом знаете. Но я хочу вам служить. И он говорит, я сказал такую вещь. Он смотрел на меня внимательно и говорит, никогда не считай себя причиной совершенных действий. Хоть добрая сила идет через тебя, но ты маленькая душа, которая подчинена этой силе добра, которая идет через себя. Поэтому ни в коем случае не считай себя источником света. Если ты начинаешь так считать, то дальше добрая сила через тебя уже идти не будет. Поэтому просто продолжай смиренно свое служение. Ни в коем случае не думай о себе, как о великом человеке. И так как я увидел в нем вот эту силу, переваривающую мою гордыню, я почувствовал себя гордым очень, его очень смиренным, и увидел, что в его взгляде есть сила, переваривающая мою гордыню. Я увидел свою гордыню под его взглядом. Я увидел, что он выше, чище, как личность, чем я. Я увидел, что внутри здесь грязь, вот эту вот, о которой я говорю. Я также увидел, что с помощью его силы и защиты я могу ее переварить. Это укрепило мою веру в наставника. Я пошел, начал вспоминать этот разговор, вспоминать о его чистоте, о его словах. При этом, когда он это все говорил, он не считал, что он очень умный, просто он это говорил для того, чтобы помочь мне, как из любви. Это называется из любви, понимаете? То есть только близкие отношения дают такую возможность, потому что если нет близких отношений, он, допустим, эти вещи мне говорит, а я думаю, а что это он это мне говорит? Он что такой, он сам, значит, гордится собой, понимаете? Но так как он верил, что я так не буду думать, поэтому он мне говорил. Называется глубокие отношения. Они основаны на служении. Когда люди служат друг другу, как старший человек может служить, он искренне открывает сердце. Или как младший человек может служить, искренне слушает. Понимаете? Но идея какая? Идея такая, всегда сначала горький вкус. Если человек хочет действительно в жизни получить счастье, быть счастливым в жизни, сначала горький вкус. То есть сначала ощущение, что что-то не так в моей жизни происходит. А потом дальше, так как вместе с этим ощущением дается счастье, иначе это наставление звучит неправильно, тогда, значит, мы можем справиться. Сразу возникает вопрос, а кто имеет право отдавать наставление? Ведь говорят те, кто имеет отношение с источником света. Потому что вместе с горьким вкусом такой человек дает также и сладкий для переваривания этой проблемы. Он не обрекает. Допустим, вы приходите к гадалке какой-то, она вам говорит, ну что, мое солнышко, через 10 лет несчастный случай. Она говорит, а есть какой-то выход? Есть выход, если я помолюсь. И раз денежку этой гадалки, помолись, пожалуйста, за меня. Она говорит, могу помолиться, но трудно. Больше денежки раздала. Большая проблема-то. Непреодолимая карма. Еще денежек дала. Ладно, моя хорошая, все будет хорошо, иди, помолюсь я тебе. Помолюсь за тебя, Богу. Теперь у меня вопрос. Такой человек может увидеть, что через 10 лет будет беда? Да. Ответ правильный, да. Почему он может увидеть такой человек? Если бы не увидел, не был бы гадалкой. Почему может увидеть, как вы думаете? Потому что да, была хорошая карма с прошлых жизней. Теперь, чего этот человек хочет? Денег. И что он делает? Просто запугивает свою жертву, и все. Теперь у меня вопрос, этот человек помог или нет? Нет, он повредил, он настроил человека на плохой результат. То есть у нас всегда есть возможность победить судьбой, иначе не было бы судьбы. Судьба дается для победы над ней. И даются трудности для того, чтобы победить. С кем надо контактировать, чтобы трудности переварить? Со святостью. С кем мы контактируем? С психологами, астрологами, гадалками, и с прочими людьми, которые на самом деле нас просто пугают. Почему? Потому что у них не хватает святости, чтобы победить судьбу. Теперь вопрос возникает, а знают ли святые люди судьбу? Знают. Насколько, насколько тебе положено, настолько они тебе и ее и раскроют. А как будут раскрывать гадалки на полную катушку? Когда сразу возникает вопрос, а зачем тогда к ним ходить? Незачем. Зачем мы ходим? Чтобы незаслуженно знать будущее. Раз хочешь незаслуженно знать, получи. И будешь печалиться об этом всю жизнь. Некоторые гадалки просто обманывают, честно обманывают людей. Потому что они сами обмануты. Некоторые гадалки, как вы сказали, находятся под влиянием духов. И поэтому духи тоже могут знать судьбу, будущее. И они поэтому говорят, но тогда уже, если ты поверил этой гадалке, ты попадаешь тоже под влияние духов. Во что бы человек не поверил, то под то влияние он и попадает.